Ну что же, у нас вопрос про друзей, да, вопрос о том, что единственная подруга, ну, например, когда отказывается, как-то вот приходить на юбилей, вот, и человек реагирует болезненно, до слез обидно, вот, и говорит о том, что подруг не остался. Вот, а если не придет, как, такие ситуации бывают, то человек наверняка знает, что он затаит обиду и больше общаться не будет. Ну и часто у людей могут, может возникать депрессия. По крайней мере, вот, плохо, ну, по их ощущениям, да, вот, по их ощущениям может вот такое чувство возникать. Значит, что здесь хочется сказать? Во-первых, все люди меняются. Все люди меняются. Абсолютно все. И со временем меняются интересы, да, меняются какие-то, ну, предпочтения, взгляды и так далее. Есть отношения, которые могут, значит, длиться по инерции, а есть отношения, которые по инерции длиться не могут. Ну, просто есть такие отношения. Нравится нам это или нет, но вот это есть. И, как мне, как я думаю, в первую очередь, здесь вот нужно увидеть, что есть внутренние требования, значит, к людям, чтобы они оставались, оставались со мной, вот. А чувство одиночества, которое, ну, как-то вот возникает, да, как-то присутствует, связано часто с тем, что человеку, ну, просто некомфортно с собой, вот. Какие-то изменения накопились у человека, вот. Ну, просто изменения. И человек эти изменения принимать отказывается. Ну, он говорит, что, например, что я буду как гранж. То есть новых людей искать тяжело, вот, страшно. Поэтому я буду тяготеть к тем, кто у меня был, вот. Несмотря на то, что общего, значит, между нами, да, мало что осталось общего. То есть это вот такая глобальная, именно вот такая глобальная картинка, картинка получается. Вот. Вот. Локально, локально картинка выглядит так, что человек, который, ну, вот чувствует, что, значит, ну, чувствует себя одиноко и прочее, прочее. Вот. Вот. Он такой человек, такой человек, обижается на тех, кто не пришел, не пришел. В первую очередь пытается подтвердить свою ценность. Вот. И это сделать у него не получается. То есть нужно понимать, что общение здесь, общение, оно уже не на равных идет, совсем не на равных. Общение здесь уже идет именно с целью подтвердить свои ценности. Ну, если ценность подтвердится, да, получится, если подтвердить ценность. То есть если человек сделает что-то, чтобы подтвердить ценность, ну, все хорошо. А если человек не сделает что-то, чтобы ценность подтвердилась, то вот начинается обида. То есть нужно понимать, да, что, ну, игнорируя, вот, как раз, те изменения, которые происходят. То есть, ну, если, если вот происходит игнорирование, изменения, естественных изменений у жизненных человек, Что, само собой, получается, ситуация, при которой падает ценность. Эту ценность человек пытается подтвердить через других людей. И, соответственно, что очень сильно начинает от этих людей зависеть. Вот, очень сильно. Ну, и, в итоге, люди это чувствуют. То есть они чувствуют, что от них зависит довольно сильно, довольно сильно, довольно сильно. Вот, и, все, в общем, в общем. И идут на, что? Отдаление. Вот. К сожалению. Ну, это факт, это дальность. Нравится нам это или нет, или нет. Вот. Поэтому человеку уже крайне сложно для себя понять, что им движет. Ну, действительно ли, на самом ли деле, насчет, вот, например, подруга, допустим, совершает какое-то, вот, неприемлемое действие. Потому что человек очень плохо себя слышит. Именно, вот, в силу того, что его ценность, вот, именно ценность, ценность человека, она, вот, к сожалению, падает. Ну, это вот, что можно здесь посоветовать, да, то есть, ну, я бы не давал, конечно, никаких советов в этой ситуации, как и других. Я думаю, что, в первую очередь, нужно, вот, здесь, ну, стараться, повышать, повышать ценность свою. Вот. То есть, нужно, ну, пытаться это делать, сработать в этом направлении. А, в первую очередь. И принимать те изменения, которые, вот, ну, произошли, да, то есть вот, которые случились с человеком в жизни. Дальше, на, ну, на фоне этих, этих изменений, на фоне принятия этих изменений, формировать свою деятельность. Смотреть, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ и как для меня актуально сейчас, вот, и если давать этому волю, да, давать этому жизнь, не бороться с этим и так далее, вот, то будут появляться новые люди, естественно, вот, которые же по-новому будут смотреть, будут смотреть на человека, вот, которые будут, по-новому относиться к нам, вот, и не будет, не будет недостатка, вот, ну, друзья, как вот это происходит сейчас, понимаете, понимаете, да, вот, а так, ну, да, в этом смысле, ну, в каком-то смысле, конечно, ну, обижаться, да, легче, вот, обижаться легче, чем, смотреть, да, вот, на то, что, что я могу сделать, вот, на то, то, что происходит по мной, и тогда, то есть, это понятно. Это понятно, вот, только ничего не дает, к сожалению, вот. Ещё интересный момент, что когда, ну, кто-то говорит, что знает, да, вот, человек говорит, я знаю, что обижен, а, для меня это означает, в первую очередь, что, что у человека уже есть, значит, ну, какая-то злость, уже есть это злость, уже есть какое-то, какое-то вот, такое, ну, чувство, вот, и человек, получается, ищет, как будто бы, возможности, способы это проявить, ну, как как бы, легально, вот, то есть, чтобы было, чтобы было, из-за чего, грубо говоря. Вот, то есть, тут мы ещё, тут мы ещё имеем дело с, ну, подавлением своих чувств, своих чувств. Тут мы имеем дело ещё с таким, знаете, с стремлением, значит, со стремлением к тому, чтобы быть каким-то определённым, вот. Так это, ну, очень, что же, ну, крайне, такая, тревожная тенденция, надо сказать. Вот, поэтому, вот, что, что бы я рекомендовал бы, это посмотреть, в первую очередь, посмотреть. А мне, что интересен, ну, человек, мне вообще человек интересен сейчас, вот, ну, в принципе, в принципе, мне человек интересен, вот. И если да, если правда интересен, то чем, чем мне человек интересен, что я в нём, вот, для себя, да, вижу. Ну, может быть, ну, может быть, ну, может быть, я обманываю себя, да, может быть, мне уже человек не интересен, может быть. А я, вот, по инерции, из страха пытаюсь с ним что-то строить. Ну, вот, ну, то есть, тут есть свои нюансы. Ну, это понятно, я надеюсь. Ну, вот, ага. Конечно, очень сложно и тяжело общаться с человеком, если, ну, ты на него обиден. То есть, вот, очень сложно общаться с тем-то, да, если есть обид. Вот. И я не говорю, что, ну, что обида это плохо. Вот. Я, я не говорю, что, что, ну, не должно быть обид. Этого я не говорю. Но с обидой нужно, нужно работать, как минимум. Просто. То есть, если, если она появляется, да, обида, ну, вот. То, если значит. А как говорится, куча, ну, кучу не? Ваша, сам, цен. То есть мы, вирус, агазу это, из, роврычины, по средствам своей цены, ну, нужно смотреть, как это так получилось вообще, вот, каким образом так вышло. Вот, и как вас это обесценивает? Какое значение вы придаёте, например, своему дню рождению, да, допустим, юбилею и так далее, вот. При этом, ну, понятно, что я ни в коем случае не пытаюсь сказать, что, чтобы вы, ну, чтобы кто-то кого-то прощал. Нет, ни в коем случае. Речь идёт не о прощении, и я думаю, что бесполезно этим заниматься даже, вот, потому что вы не сможете простить человека, если, ну, если не чувствуете, если не чувствуете, так, вот так, вот, простить вас не получится, поэтому не надо. Ну, если вы этот момент в первую очередь, эээ, себя, да, оп. Что такое депресса, депрессия? Вот в таком бытовом, ээ, бытовом понимании. Что такое депрессия? Это история про потерю интереса, что это, грубо говоря, без, ну, без кого-то, без кого-то, мне неинтересно что-то. Вот я хотел пойти на теннис, например, ну, было просто что-то, хотя хотел пойти на теннис, узнал, что ты, например, на теннис не пойдешь, вот, и когда я узнал об этом, что ты не пойдешь на теннис, на теннис. Я почувствовал, что мне это больше неинтересно, что мне неинтересно теннис. Вот это вот ощущение, то, что вот в быту чаще всего называется депрессией. Ну, депрессией. Всем понимаете, да? Ну, так, да, вопрос, вопрос, о чем? Что, что мне интересно самому по себе, и если что-то такое. А когда люди отказываются, ну, приходить там и так далее, вот, отказываются, разделяются. Наши интересы, наши интересы, мы сталкиваемся с тем, что нам это не нужно и злимся. Вот, например, человек, который, значит, хочет отметить свой день рождения в ресторане. Вот. Вот у меня вопрос, он на сколько свободен в этом? Действительно ли он хочет общаться в ресторане? Или, может быть, это привычка, это шаблон? Понимаете, да? Поэтому, вот, некая такая потерянность, ну, потерянность личная, вот, является ключом к решению этих проблем. Когда человек потерян, он теряет гибкость, он теряет адаптивность, и он перестает быть собой. А самое главное, если такой человек, он общается с другими не на ранах. Вот. Поэтому обиды, когда кто-то не обрадывает ожиданиям такого человека. Вот. Ну, как-то так, я думаю, можно сказать. Вот. Надеюсь, это было интересно, надеюсь, это было полезно. Удачи! Удачи!